Привет, народ! Начинаем наш веселый влог. Поскольку я ничего не успеваю, сейчас у нас 7 утра, и мне нужно успеть высушить голову, попить чайку, потому что я завтракаю, и решила быстренько вам показать новиночки FixPrice. Вчера буквально заходила, и не могу держаться, есть кое-что интересненькое. Ну, и так, в принципе, есть много чего уже к Новому году. Хотела присмотреть что-то к Хэллоуину, но у нас всё такое мрачное и отвратительное. Ну, знаете, хотелось какой-нибудь тыковки на стол, вот что-то такое вот классическое. Ну, одни черепа, трупы, кровь, это вообще ужас. Скорее, такие мальчишеские какие-то штучки. Вот, к Новому году появились шарики, гирлянды, варежки, носки огромные и не очень качественные. Что ещё? Какие-то снежинки, наклейки. А, и всякие тематические штучки, подставочки в виде свинок. Там свинки-копилки, свинки-такие, свинки-сяки. В общем, единственное, нет светящихся свинок, таких ночничков. Но есть очень прикольные девочки, такие девочки и дедушки, наверное, как Дедушка Мороз и его внучка, да, типа того. В общем, есть пухленькие дедушки, в которых нужно сзади, взад им вставить свечку, и они будут светиться изнутри. И есть прикольные такие нежные девочки в шапочках, по-моему, даже и мальчики есть. Кстати, расцветки гораздо лучше, чем в прошлом году, более такие естественные и какие-то приятные. Вот, и они держат в руке, типа, снежный шар, который светится. Вот это гораздо прикольнее. Вот, давайте пошёл шум и параллельно перейду к обзору. Взяла, угадайте что, мяфли, все их так расхваливают и рекомендуют, что, в общем-то, я тоже соблазнилась. Я обожаю мягкие вафли, и это прям вот самое то. Поставлю пока здесь, потому что на столе просто места нет. Так, взяла два горшочка, появились вот такие красивенькие. Стоит 77, взяла пересадить мои ёжики. Ну, я не знаю, крокодильчики, как они там называются. В общем, два абсолютно одинаковых, по 77. Я вам показывала своего ёжика, которого я хочу пересадить. И ещё я купила семена этих самых суккулентов, так что буду сажать, мне они нравятся. Посмотрим, что из этого выйдет. И, в принципе, я хотела белые, но белых там, ну, вот нету белых. Есть бежевые, персиковые, розовые, голубые, но белых нету. Ладно, в общем, думаю, пусть будут голубые. Даже зелёных не оказалось, поскольку, я думаю, может быть, в мой новый интерьер они там зелёные вообще хорошо будут смотреться. Но зелёных нету. Вот. Взяла риски пополнения, витамины. Конечно, немножко получается невыгодно. То есть здесь 65 таблеток. И здесь тоже. И они стоят 50 рублей. А в зоомагазине, получается, ты покупаешь 90 таблеток где-то за 80 рублей. Ну, сами посчитайте. Я считала, получается, невыгодно. Но до зоомагазина ещё надо дойти. Так. Взяла очень много конфеток. Маме в машину. Она просила. Поэтому всякие шуршалки будут. Вот такие вот. Я не очень люблю и не пробовала таких сосалок. В общем, да. Называется коллекция Карамелек. Семья довольная. Не знаю, что это такое. В общем, здесь гаечка Микс, апельсин, арбуз, малина, чёрная свородина и яблоко. Дальше. Такие шипучки. Кстати, все они по 25 рублей, кроме одного пакетика. Это я вам скажу потом, какой. Шипучки из моего детства. Попробую. Вот эти я попробую. Микс карамельной начинки. Со вкусом апельсина, лайма и кока-колы. Кока-колу мы все любили. Кто любил кока-колу, ставьте лайк. Конфетки со вкусом кока-колы. Так, мини карамель с начинкой, муви-микс. Вот такой. И здесь у нас абрикос, апельсин, вишня, клубника и лимон. Красители натуральные, так что вкусовых добавок нет. Тоже 25 рублей. Еще один пчелка-болл. Да, пчелка-болл. Еще один пакетик. 25 рублей. Здесь круглые такие конфетки. Значит, карамель с начинкой, со вкусом груши, ананаса, клубники, тути-фрути. Не знаю, когда буду монтировать этот блок. Надеюсь, скоро. И потом вам расскажу, наверное, в следующем. Потому что, если монтировать буду скоро, то скоро не расскажу. В общем, понравились или нет. И вот такой вот. Вот такой вот микс. Это Немет называется. Карамель Немет. Клубника, вишня, яблоко, арбуз, дыня, банан, апельсин. И они, как и риски. Этот стоил 50. Я его уже пробовала. Он обалденный. Но зубы, конечно, страдают. Так что внимательнее. Так. Что еще? Из новиночек появился вот такой клей. Ну, взяла, мало ли, пригодится. Канцелярский, универсальный. Вроде как здесь клеят, значит, пенополистирол, пенополиуретан, дерево, деревянные плиты, картон, кожу, обойные бордюры, ковровые покрытия, керамику, стекло, древесину. К основанию из бетона, кирпича или штукатурки. Ну, конечно, все это бред. Бред не будем. Но я точно знаю, что это бред. Потому что, ну, бумагу он склеивает, наверное, точно. Может быть, пластик какой-то склеивает. Класс. Ну, кстати, запах нормальный. Как раз такого клея, который... Обратите внимание на крышке, кто берет. У меня оказалась крышка бракованная. Она просто... Она не поднялась, она оторвалась оттуда. Ну, вот сейчас Ольга Навальна поднялась. Ну, ладно. Запах, в общем, клея похож на... Один клей я напишу вам на экране. Я им в институте работала. Вот запах прям один в один. Ну, и последняя покупочка. Сначала были самые нужные покупки. То есть я чисто шла за конфетами. Потом увидела горшочки и клей. И в конце уже просто решила посмотреть, какие новинки появились. В общем, там, ну, новые кружки какие-то. Ну, в основном керамика, да. Какие-то новые блюда, новые банки. Очень неплохие там баночки. Три штуки. Они как бы одна в одну ставятся. По-моему, 55 рублей стоят. Но они, к сожалению, пластиковые. Я думала, что стеклянные. Даже за 99, если бы три штуки продавали стеклянные, я бы, может, взяла бы. Вот. Что такого еще? Ну, какие-то новые коробки, новые ящики, новые тарелки. Такого прям вот, чтобы надо брать, нет. Появились новые книжки. Но я ничего не выбрала. Опять там была Нора Робертс. Но сейчас продают ее любовные романы. Это у нас уже полная коллекция есть. И последняя покупочка. Я взяла вот такую штуку. Это весы. Я стояла, долго думала, надо, не надо. Давайте с вами ее распакуем вместе. Смотрите, стоили они 99. И что тут примечательного? Это новинка. Я такого раньше не видела в Экспрессе. Там разные цвета, кстати, есть. Розовые, зеленые, голубые, фиолетовые. Не знаю, какие я взяла. Прозрачные. Не знаю. Белых не было, опять же. Поэтому прозрачные. Они в пленке. Сейчас давайте с вами быстренько распакуем. Конфеты. Очень много конфет. Пусть они будут стоять у меня на столе. Там где-то. Пусть уже будут готовы. Знаете, я подумала, я долго думала. Стояла, их рассматривала. В общем, нужны мне такие весы или нет. Удобно, например, когда берешь с собой перекус. Там орешки, что-нибудь такое. Ой, надо уже сушить голову и тифеном. А то время уходит. Все, побежал. Десять минут уже. Последнее расскажу. Итак, весы. Очень удобно, что сами весы, они как бы кладутся в эту форму, в которую вы вешаете. И тем самым хранятся. То есть, очень удобно. Они не запылятся. Можно поставить шкафчик. Достаем их отсюда. Придерживаем все детальки. И вот они. То есть, они показывают ноль. Вы сверху ставите вот эту вот штуку. Здесь прикольно, что есть, не знаю, видно, не видно, деление, видите, в миллилитрах. С одной и с другой стороны. Ну, к сожалению, не в миллиграммах, а в миллилитрах. Ну, в принципе, неважно. В общем, очень прикольно. Оно, правда, никак не фиксируется здесь. То есть, просто здесь выемка такая, а здесь форма. Как раз по размеру подходит. Вот. Вставляете, и все. У вас весы уже есть. Кстати, учитывайте, что вес формы здесь присутствует. То есть, без формы и с формой. За вычетом, понимаете? Вот. Но так идея прикольная. То есть, вот они. Можно, в принципе, вот здесь есть какая-то штука. Можно подтянуть, наверное, да, подстроить, чтобы за вычетом формы был вес. Вот здесь вот регулятор. О, вот он. Ослабиваем пружилку, да. Так, это. Что-то чересчур. Вот. Так получается. Вам отсвечит неправильно. В общем, вот. Получается так я настроила. И вот вы кладете сюда орешки, там, не знаю, какие-нибудь сухофрукты. Вешаете норму вашу. И очень удобно, быстренько. То есть, это все у вас здесь на глазах происходит. Здесь до одного килограмма, как я понимаю, можно взвесить. Давайте что-нибудь, не знаю, взвесим такое, небольшое. У меня что-то ничего такого нету. Давайте взвесим кемали. О, видите, вешаю. Так что все нормально. Не видела вес, но, в принципе. В общем, нормальные такие весы. И вот что удобно. То есть, вы чуть-чуть нажали на эту тарелочку, да. И сюда их убрали, в эту весовую коробочку. Все, они у вас аккуратненько спрятаны. Можно убрать шкафчик, они не будут пылиться. Можно даже вверх ногами положить. Они оттуда не выскочат, потому что сами себя держат. Вот, в общем, вот эта новинка мне понравилась. И, в принципе, ну, 100 рублей. Они даже и безмен, знаете, на рынке он тоже 100 рублей стоит. Поэтому придираться не вижу смысла. Так, сейчас я вам покажу чек, если надо. Как-то вот так он выглядел. Вот, кстати, я сейчас поставила себе едодил. Спасибо за наводку. И буду сканировать вот эту вот штучку. Посмотрим, может быть, что-то по акции было. Очень прикольное приложение. Тоже советую попробовать. Все, побежала. Надо сушить волосы. И еще мне надо дозавтракать. Увидимся чуть попозже. Не переключайтесь. Эй. Привет, народ. Иду на работу. И представляете, я... Ну, забыла микрофон. Это ладно. Надеюсь, вы меня слышите. Успела за 10 минут зашить дырку на штанах. Высушить волосы. Что еще? Запить чай. Алиску покормить. Все это за 10 минут. И еще к тому же успела на автобус, от которого мне ближе идти. Вот, так что... День обещает быть хорошим. Потому что я все успела за 10 минут. И вот, я хотела с вами маленький вопросик обсудить. Бывало ли у вас в жизни такое необычное, так сказать, происшествие, наверное. В общем, например, вы едете в транспорте, неважно, сидите, стоите, перед вами люди, которые о ком-то говорят. Говорят очень громко, эмоционально. Вот. И говорят, допустим, о человеке каком-то. И вы понимаете, что вы этого человека знаете. Они называют его фамилию, имя. И говорят о нем очень теплые слова. Говорят, что он очень добрый, хороший, там, заботливый. А вы понимаете, что вы, блин, знаете этого человека совсем с другой стороны. Что он в жизни вам только напакостил. И вы знаете, какой он плохой, ну, нехороший человек. Вот бывало у вас такое ощущение? Понимаете? Представляете, как тесен мир. И как люди, как один человек, может быть одновременно разным для одних и для других. Представляете, как такое может быть вообще? Мне всегда казалось, что человек, он всегда один и тот же. Ну, со всеми людьми. Ладно, в общем, это мысли для размышления. Увидимся попозже. А я уже пришла. И так, друзья, привет-привет. У меня новая локация. Да, я после работы сейчас провела прямой эфир в Инстаграм. Там вы его наверняка уже видели. Если не видели, то проходите по ссылке. А будет имя в Инстаграме, прям на экране напишу. В общем, ситуация, я думаю, знакома. Уже многие... Ну, кто многие? Кто-то знает, кто-то нет. В общем, в будущем появится отдельное видео на эту тему. В общем, я к тому, что меня взломали. Взломали мою почту на Google. Взломали канал YouTube. И канал был заблокирован. Вот. Когда его разблокируют, я понятия не имею. Разблокируют ли вообще, тоже не знаю. Сейчас я просто в ожидании, случится чудо или нет. Но все идет к тому, что не случится. Поэтому я создала канал Дублер. Видео будут выходить на нем новые. И, соответственно, если получится выцепить со старого канала какие-то видео, я перекину их на этот канал. Будет плейлист архивные видео. И там вы сможете посмотреть все, что вам интересно из прошлых влогов. Вот. Так мне хочется. Конечно, обидно, что вот так вот взяли и перерубили все на корню. Да, я три года потратила. Ну, почти два с половиной года я набирала свои первые пятьсот подписчиков без всякой накрутки, без мошенничества и без всяких вот хитрых ходов. И меня просто вот забанили ни за что. За то, что меня кто-то взломал. Вот за это вот забанили. Вот. В общем, не могу поменять настройки экрана. В общем, давайте с вами пока грустным не будем. Я решила, что на этом канале как таковой рекламы не будет. То есть никаких больше сторонних ссылок, никаких направлений, ничего. Просто я снимаю влоги, рассказываю вам о своей жизни, о своих каких-то интересах, покупках, прочее, прочее, прочее. Это просто влоги. Я ничего другого снимать не буду. Это будут просто влоги. Вот. И, в принципе, пока на этом остановимся. Второй канал я просто жду, что будет. Вот. И мне тут прислали посылочку. Я хотела снимать ее отдельно, но раз такое дело, раз судьба так повернулась, значит, покажу. Посылка пришла 26-го. Была заказана 1-го числа. Стоила мне 151 рубль. И здесь у нас интересно, что... О, здесь у нас часики. Часики я давно уже жду. Несмотря на то, что они шли 25 дней, а жду я давно. Вот такие вот часики с белым ремешком, с кошечкой. Вот. В принципе, вот мне понравилось, что продавец упаковал, да. То есть, они достаточно хорошо, качественно упакованы. Они бы не пострадали при... При пересылке. Так. Я немножко хриплю, потому что только что проводила прямой эфир в инстаграме. И голос подсел. Так. Сейчас посмотрим. Поскольку у меня теперь будут только влоги, да. И я не буду ничего там, какие-то прям супер-пупер монтаж какой-то, монтажом заниматься. Просто влоги. Вот. Такие часики. Красивенькие. С котиком. Белый ремешок, как я хотела. В общем-то. В принципе, качество гораздо лучше, чем я купила вот те коричневые, которые вы могли видеть в инстаграме. За 250 рублей я их покупала у нас рядом с домом. Эти по качеству гораздо лучше. Вот. И еще одна посылочка мне пришла. Тоже, значит, заказывала ее 24 октября. Вернее, заказывала 26 сентября. Пришла она 24 октября. Ровно месяц. Стоила 132 рубля. И это у меня обложка. Здесь пакет с пупыркой. То есть, все надежно. Вот. И вот такая вот обложечка. Это формат А7. Я специально заказывала для ежедневника. Вот. И давно у меня подписчики просят обзор ежедневника. Будет. Теперь уж точно. Я свой ежедневник собираю, так сказать, с нуля. Все своими силами. И смотрите. Здесь продавец положил две запасные резиночки. Коричневую и красную. И черная уже здесь одета. Так. Здесь такие шарики, чтобы влажность поглощали. Удобные выемки на пластике для резинки. Так что не будет перегибаться ничего. Плотный достаточно пластик. И смотрите, сколько колец много. И мне порадовало еще, что вот это вот колечки открываются кнопочками. Здесь есть кнопочки. То есть, хоп, они открылись. И потом просто вы нажимаете на них, и они закрываются. Это круто, потому что такой органайзер или ежедневник с таким прибамбасом вот этих вот спиральки, которые, колечки, которые кнопкой открываются, они довольно-таки дорогие. А этот маленького формата и, в общем-то, такой классный. Я бы вам его порекомендовала, соответственно. Но ссылки я, как уже сказала, ссылки оставлять не буду. Если вам интересно, у кого я заказывала, то пишите мне вконтакте, в инстаграме. Ну, лучше вконтакте. Либо на почту пишите, и я вам скину ссылку. Потому что, как практика показывает, да, ссылки я больше здесь оставлять не буду. Никакие. Вот. Потому что канал обо мне, а не об этих людях, у которых я что-то покупаю, что-то заказываю. Канал обо мне. Вот. Так что вот так вот. Пока что на этом закончим. Подписывайтесь. И буду благодарна. В общем, напоследок скажу так, что Нас так просто не возьмёшь. Забанили канал, но мы не сдадимся. Мы откроем новый и будем, учитывая прошлые, да, ошибки, делать всё гораздо лучше, круче и правильнее. И вы нас просто не за что будет. Вот не за что будет банить. А если ещё раз такое повторится, я не знаю, блин, что я сделаю. В суд подам. Вот. Так что подписывайтесь. И на Инстаграм подписывайтесь. Вот тут напишу. На экране. В Инстаграм. Вот. Всё. Скучаю по всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...